всем привет вы смотрите канал другая испания с еленой вивас и мы продолжаем с вами путешествовать по стране басков в сегодняшнем видео я решила вас познакомить с городком в котором находится самый большой пляж страны басков мы находимся на смотровой площадке над городком сарауц в принципе этом пригород сарауц и здесь же находится его знаменитый пляж протяженностью три километра это самый большой пляж не только страны басков но и всего побережья как это мы называем вискайского залива или как в испании говорят кантабрийского моря это пляж где начиналась история испании как курортной страны потому что именно здесь отдыхала и забыла вторая которая и положила моду купания на водах в испании тем самым начав историку историю испании как курортной страны в последующем здесь отдыхала очень много знатных особ приезжали сюда на свой летний отдых и ее невестка мария кристина внук альфонсу 13 это королевские особы испании также здесь отдыхала бельгийская принцесса последний король италии марлен гитрих семейства кеннеди и другие светские особы истории европы и мировой истории давайте прогуляемся по этому городку и послушаем некоторые его истории не переключайтесь эта смотровая площадка над городом сарауц была когда-то частью поместья виста аллегри где располагался дворец графов виллоподьерна граф и виллоподьерна подстроили здесь свое поместье в конце 19 века чтобы наслаждаться отдыхом на водах и видами на сарауц к сожалению это смотровая площадка до нынешнего года находилась в ужаснейшем состоянии и слава богу в начале 2020 года и и реставрировали и она снова стала местом для отдыха местных жителей и является частью одноименного парка виста аллегри посмотрите какие прекрасные виды открываются с этой смотровой площадке склоны гор вокруг города сарауц засажены виноградниками здесь выращивают особый сорт винограда автохтонный сорт страны басков из которого последующем делают вина чакали вина чакали на 90 процентов это белые вина и остальные 10 процентов приходятся на розовые и красные вина говоря об истории города сарауц конечно же в первую очередь стоит упомянуть о дворце нарос который расположен у меня за спиной и он как раз расположен на первой линии пляжа наверное одно из лад самых лучших расположений в этом городе это тот самый дворец в котором отдыхала королева испании и забыла вторая и в котором в последующем отдыхали другие королевские особы испании и европы но не присутствие и забыл и второе является самой главной легендой этого города основная легенда этого дворца нарос относит нас в 16 век во времена войн гугенотов и связано с варфоломеевской ночью самую историю я вам рассказывать не стану а вы ее можете узнать посетив мои авторские туры по стране басков и северу испании скажу лишь одно что согласно этой легенде по сегодняшний день во дворце вводится привидение и кстати каждый год на варфоломеевскую ночь 24 августа полиция оцепляет этот дворец чтобы местные мальчишки и девчонки не пытались туда заглянуть и проверить на самом ли деле вводится там это привидение то есть это живая легенда которая вот как бы поддерживается по сегодняшний день кстати если я соберу более 100 лайков под своим видео то пожалуй сниму для вас ролик отдельный который связан вот с этой вот легендой дворца нарос кстати сам дворец нарос был построен примерно за полвека до событий варфоломеевской ночи и он принадлежал самой влиятельной семье городка сарауц впрочем наверное как и всей провинции гипускуа и принадлежал семье по фамилии сарауц на этом дворце сейчас находится герб фамилии сарауц на котором написано сарауц антес де сарауц что означает что фамилия сарауц была образована еще до образования городка сарауц а на минуточку город был основан кастильским королем фернандо третьим кастильским в далеком 1237 году сейчас я нахожусь еще в одном символическом месте города сарауц это порт города да да не удивляйтесь порты тоже бывают иногда такими вот небольшими когда то сарауц был знатным портом по вылову китов сейчас же рыбаки городка сарауц охотятся за более мелкой рыбешкой в эти дни очень близко к берегу подошла скумбрия и вот сейчас здесь видите нет ни одного кораблика все они ушли на промысел спортом города сарауц связана еще одна легенда этого города согласно которой именно здесь на верфях был построен корабль на виктория на котором было совершено первое путешествие вокруг земного шара и этот корабль возглавлял капитан хуан себастьян эль кана уроженец соседнего городка гитаре которая здесь вот находится всего в трех километрах городка гитаре Субтитры сделал DimaTorzok Гуляя по пляжу Сараутс, невозможно не остановиться здесь на одной из террас, чтобы попробовать местных морских деликатесов в сопровождении великолепного вина Чакали, которое также делается в этой деревне. Дом-башня Сараутс в XIV веке во времена политической и социальной нестабильности, когда самые могущественные и знатные семьи боролись друг с другом за политический и экономический контроль над провинцией. Кстати, сегодня в церкви службы проходят на баском и на испанском языке и каждый может посетить ту мессу, которую он желает. Такая вот полная толерантность. Зади меня на стене церкви, вот прямо здесь, в этом церковном дворике, надпись, которая гласит, что запрещено об стенку церкви играть в мяч. Иначе штраф 5 песет. Ну, может, для кого-то 5 песет нынче это ни о чем, но в тот период, когда делалась эта надпись, на 5 песет дети могли накупить сладостей на всю семью. Откуда столь необычная надпись на стене церкви, спросите вы? Дело в том, что игра в мяч, игра в пилоту настолько популярна в стране басков, что ее площадки есть практически в каждой деревне. А если деревня настолько маленькая, что нет места для того, чтобы разбить это поле для площадки, то в качестве стены, об которую играют в пилоту, используют стены церквей, и это вполне нормально. Но вот в данном случае данная церковь не хочет, чтобы дети играли в пилоту об ее стены, чтобы не били мяч. Поэтому и сделали эту вот надпись. И штраф 5 песет. Кстати, в последней поездке в Швецию я себе наконец-то подобрала новую помаду специально для блондинки. Как вам? Напишите там в комментариях. А то в Испании мне очень тяжело подобрать здесь, что краску для волос, что помаду для блондинок, поскольку контингент слишком ограниченный, и данную продукцию не для кого продавать. А, кстати, да, после моих каникул в Швеции у меня скопилось очень много видео, и не знаю, размещать их на этом YouTube-канале или нет, поскольку они у меня все записаны не в горизонталке, а в вертикалке. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите, чтобы я их здесь выложила или нет. Идемте прогуляемся по историческому центру городка Сараутс. Сараутс – это как раз вот та самая площадка для игры в пилоту, в которую запрещено играть об стену церкви. Сушащееся белье на балконах – неотъемлемая часть многих южных городков Европы, в том числе и Испании. Одним из самых интересных зданий старого центра города является дом Маказага, построенный примерно в 15 веке и полностью отреставрированный в 1989 году. Цокольный этаж дома выполнен из тесаных плит песчаника, а следующие три этажа выложены из кирпича на основе деревянного каркаса. Очень характерная архитектура городов страны – Басков конца 15-го – начала 16-го века. Внешний вид здания за 600 лет неоднократно менялся, но на боковых фасадах отлично сохранились полукруглые арки, круглые окна и бойницы. И расположен этот дом на площади музыки – одно из главных мест для сбора жителей города Сарауц. Дом Порту Он когда-то был построен одноименной семьей в 16 веке как жилой особняк. Затем в нем располагалась почта, телеграф, а сегодня в этом роскошном трехэтажном особняке расположена городская ратуша над главным входом, в которую красуется анаграмма ордена иезуитов. Монастырь Иоанна Крестителя Монастырь Иоанна Крестителя был основан в 1610 году в пригороде Сарауц с секретарем и советником короля Филиппа III во Фландрии. А сегодня это комплекс, который состоит из общеобразовательной школы, монастыря и церкви и расположен в самом центре Сарауц. Кстати, как вам такое соседство? Башня Лусея была построена в 15 веке и отражает урбанистическую эволюцию города того периода. Это лучший образец гражданского готического дворца башни в провинции Гипускуа и представляет из себя переходный образец между классическим домом башни и городским домом башни с пристроенными к нему флигелями для приема гостей и проведения вечеринок. Украшает этот дом фамильный герб никого иного, как семьи Сарауц. Во времена прекрасной эпохи и в то время, когда сюда приезжали на отдых в Сарауц самые знатные семьи Испании и Европы, первая и вторая линии города были застроены шикарными особняками, в которых семьи останавливались. К сожалению, на сегодняшний день очень мало этих особняков сохранилось, и большая часть из них такие же грустные, как морда этого льва. Кстати, этому зданию повезло, поскольку в нем располагается музыкальное училище. Субтитры делал DimaTorzok Повезло намного меньше, и сегодня он стоит заброшенный. Даже двери приоткрыты. Заходи, кто хочешь. По окончанию периода прекрасной эпохи, с началом Гражданской войны, в последующем с приходом к власти дитатора Франка, многие особняки стали разрушаться, приходить в упадок, и на их месте набережную Сарауз начали застраивать трех и пятиэтажками в стиле конструктивизма. Одно, что меня сейчас радует, гуляя по этому городу, я считаю, что все придомовые территории украшены красивыми зелеными оазисами. Здесь очень приятно прогуляться и летом, и весной, да и зимой, чтобы насладиться городскими пейзажами. А это памятник периода индустриализации страны Баска в конце 19-го, начало 20-го века. В городе Сарауз также была найдена железная руда. Слава богу, металлургического завода здесь не построили, и все добываемые металлы через море вывозили в порт Бильбау и использовали на фабриках Бильбау. А Сарауз смог сохранить свое курортное очарование. Ну вот и закончилась наша прогулка по городу Сарауз. Как вам, друзья? Понравилось? Не забываем поставить лайк под этим видео, вон там внизу. Подписываемся на мой канал и поделитесь с друзьями в своих соцсетях.